МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За доверчивость приходится дорого платить. Парижут, паспорт лежит, пакетика, где деньги были. Грабеж пенсионерки в Ершичах. Мы очень рады, что попали сюда, наверное. Что Десногорск – это именно первый город, куда мы попали. Территория культуры Росатома работает. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 10 августа – день почитания одной из самых любимых на Руси чудотворных икон Божьей Матери Адигитрии Смоленской. Праздник установлен в 1525 году в память возвращения Смоленска в состав московского государства. И в знак поклонений кони, молясь перед которой, русские воины одержали победу над иезуитскими завоевателями. Адигитрия – главная святыня Смоленского кафедрального Свято-Успенского собора, одного из крупнейших православных храмов в мире. Федеральная программа формирования комфортной городской среды работает во всех регионах России. Проект рассчитан на пять лет и направлен на развитие благоустройства дворовых территорий и многоквартирных жилых домов. Десногорск с 2017 года участвует в работе программы. Основным условием участия в проекте «Комфортная городская среда» – это инициатива собственников жилья. Они должны подать заявку в управляющую компанию и на общем собрании решить, как должен выглядеть их двор. В трех дворах Десногорска уже завершаются работы по благоустройству. Мы расскажем вам, как изменился внешний облик вчера еще неприглядных придомовых территорий. В 2017 году с инициативой участвовать в программе «Комфортная городская среда» вышли жильцы четырех многоквартирных домов. В августе работы по благоустройству дворовых территорий будут закончены. Около десятого дома в первом микрорайоне расширена автостоянка, восстановлена тротуарная дорожка, уложен бордюрный камень. Около подъездов установлены красивые скамейки, урны, газонное ограждение. Так преобразился двор перед одним из самых старых домов Десногорска. А исходной точкой этих преобразований стала инициатива активных жителей этого дома. Они не сидели сложа руки, а с энтузиазмом подхватили предложение администрации города и подключили остальных жильцов, чтобы сообща определить, как должен выглядеть их двор. Когда программа была запущена в прошлом году, мы вместе с администрацией активно освещали ее на наших интернет-порталах, в СМИ, приглашали жителей к диалогу. Разные были на это реакции у жителей. Кто-то более активно откликался, кто-то менее активно. Тем не менее, нашлись в нашем городе активные жители, которым не безразлично то, что происходит у них во дворе. И поэтому у нас сегодня, мы имеем в 2018 году, отремонтированные дворы в 4-м микрорайоне, во 2-м микрорайоне и здесь вот в 1-м микрорайоне. С большим удовольствием хочу отметить, что программа эта не разовая, программа эта долгосрочная, 5-летняя, продолжается. И сейчас как раз у нас началась активная фаза включения в эту программу, для того, чтобы вот такие же замечательные преображения у нас могли происходить и в следующем, в 2019 году. Поэтому мы сегодня ждем предложений от жильцов домов, что бы им хотелось в своих дворах увидеть. Где-то, возможно, побольше парковочных мест, где-то, возможно, больше зеленой зоны. Кому-то, может, не хватает освещения или лавочек. Вариантов может быть множество. Здесь, конечно, в первую очередь необходимо знать мнение жильцов, которым потом пользоваться всем этим благополучием, которое в их дворах можно, в принципе, соорудить по этой программе. Здесь вопрос стоит практически конкурса. Кто вперед заявит, кто вперед и более плотно поработает над тем, что он хочет видеть в своем дворе, тот с большими шансами, конечно, попадет в эту программу. Поэтому здесь я жду всех наших горожан. У нас достаточно много активных горожан, которые хотят изменений вокруг. И в этом мы поможем. Управляющая компания окажет содействие и в подготовке документов, и о размечивании всех этих работ, и в проведении собраний. Здесь мы открыты. У нас есть специальный отдел по работе с населением. Расположен у нас в пристройке к дому 1Б в третьем микрорайоне. Туда можно прийти, пообщаться, увидеть материалы, как проводятся собрания. Мы поможем в оформлении, мы поможем в проведении. Можно позвонить, пообщаться тоже 72918. Мы всегда открыты к общению с нашими жителями. Поэтому я уверен, что в следующем году поводов для радости от изменений к лучшему у нас будет еще больше. Заявки в управляющей компании можно подать до конца августа. Только от активности самих владельцев жилья зависит, будет ли благоустраиваться их двор в следующем году или нет. Нельзя упускать такую возможность улучшить условия собственной жизни. В регион поступило 144 тысячи доз вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Все желающие могут сделать прививки в поликлиниках по месту жительства. Своевременная вакцинация на 70-90% предотвращает заболеваемость гриппом среди здоровых людей до 65 лет. И на 30-70% снижает вероятность госпитализации по причине развития пневмонии и других осложнений гриппа среди пожилых людей. Мошенничество – это завладение чужим имуществом путем обмана. По сути, это тоже воровство. Разница лишь в том, что украсть деньги или предмет ценности удается благодаря доверчивости пострадавшего. В современном обществе мошенничество приобрело широкий размах. Наша съемочная группа выяснила, сколько зарегистрировано случаев мошенничества в Десногорске в этом году. За семь месяцев текущего года в нашем городе зарегистрировано 15 случаев мошенничества на общую сумму более 500 тысяч рублей. Причем половина хищений совершены у пожилых граждан. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы отъема денег, но и старые схемы обмана продолжают действовать. Один из распространенных способов мошенничества – звонки людям, которые разместили в интернете объявления о продаже товаров. Злоумышленники в ходе разговора под предлогом внесения предоплаты узнают данные банковских карт, коды, пароли и далее уже распоряжаются деньгами по своему усмотрению. Если вам позвонили мошенники, и вы не выполнили их просьбу и прекратили разговор, все равно нужно сообщить в полицию. В этом году участились случаи мошенничеств при оформлении кредитов онлайн. Чтобы не попасться в ловушку и не лишиться денег, начальник отделения уголовного розыска ОВД Десногорска Максим Сергеенков дал некоторые рекомендации. Настоятельно рекомендуем воздержаться от внесения предоплат и оформления кредитов в сети интернет на ранее неизвестных вам сайтах. Воздержаться от пополнения счетов, неизвестных номеров операторов сотовой связи и банковских карт под любыми предлогами. Никому не сообщать данные ваших банковских карт. В 90% случаев жертвам мошенничеств, чтобы избежать потерь, достаточно было просто быть более внимательными к дистанционным операциям с банковскими картами и входящим звонкам от неизвестных лиц. 29 миллионов рублей штрафов за попытку ввоза подсанкционных товаров. Таможенники подводят итоги четырехлетнего продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции Евросоюза. За период продовольственного эмбарго мобильные группы выявили более тысячи партий запрещенных товаров. За несоблюдение перевозчиками запретов и ограничений было возбуждено 4 уголовных дела и более 400 административных правонарушений. Сотрудниками уголовного розыска города Ершичи раскрыт грабеж в отношении пожилой женщины. Как выяснили сотрудники полиции, днем к дому женщины, работавшей в огороде, приехали на машине неизвестные мужчины и поинтересовались, не продает ли она металлолом. После их отъезда потерпевшая обнаружила пропажу денег из кошелька. Когда я вошла, все это вытрахнуто и все лежало посреди стола. И пролежу, паспорт лежит, пакетик, где деньги были. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности мужчин, передвигавшихся на машине, и их местонахождение. Они были доставлены в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Один из них, житель Рословля, 1968 года рождения, задержан по подозрению в совершении хищения денежных средств у потерпевшей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Часть похищенных денег изъята. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи – лишение свободы на срок до 7 лет. В Смоленской области за этот год зарегистрировано более тысячи пострадавших от присасываний клещей. За последнюю неделю в больницу обратились 73 человека, в том числе 23 ребенка. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии с начала года исследовали более 600 клещей. Специалисты просят смолян использовать репелленты во время прогулок. Программа «Территория культуры Росатома» существует с 2006 года. Цель проекта – познакомить жителей атомных городов с лучшими образцами исполнительского, изобразительного, театрального и других видов искусства, а также поддержать творческие коллективы этих городов и людей, которые в них работают. В программу вошли гастроли театральных, исполнительских коллективов, выставочные и образовательные проекты. Мы расскажем вам, как дальше развивается проект. 7 августа в концертном зале «Нитрина» Десногорцы вновь встречали актеров Тильзит театра из Советска. Три года назад по проекту «Территория культуры Росатома» труп познакомила наш город с постановкой «Однажды где-нибудь». Пьеса имела большой успех, а актеры – новых друзей. Об этом свидетельствовал полный зал зрителей. В этот раз актеры привезли для своих поклонников комедию «Приходи на меня посмотреть». Сюжет комедии с легкой иронией и присутствием некоторого авантюризма располагал зрителей к хорошему настроению, а игра актеров заставляла сопереживать и восхищаться их героями. Кто-то из коллектива театра уже не первый раз гастролировал по атомным городам, а некоторые принимают участие в проекте впервые. Все они делились впечатлениями от встреч с атомщиками. У вас в городах такое ощущение, что вы друг друга знаете. Есть такое ощущение, что вы какой-то единый коллектив. Как будто бы вы не с разных работ, не с разных семей. Я не знаю, как так происходит, но есть такое ощущение, какое-то единение. Мы очень рады, что попали сюда, наверное. Что Десногорск – это именно первый город, куда мы попали, потому что, во-первых, сам город нас принял очень хорошо. Я имею в виду атмосфера города, вокруг леса огромное, теплое водохранилище. Как-то так все приятно. И люди такие приятные нас хорошо приняли. И, честно говоря, я думаю, если нас в других городах так же будут принимать, это будет здорово. Проект «Территория культуры Росатом» расширяет горизонты не только для атомщиков. Он дает возможность людям разных творческих профессий знакомиться с укладом жизни в атомных городах и общаться с их жителями. И радует, что гости стремятся вернуться к этим теплым, дружеским отношениям. Я уже объездила все города. И, в принципе, я всегда поражаюсь атмосферой, которая вокруг создается. То есть очень принимает хорошо, очень хорошо. Просто без проблем. Все проблемы решаются просто на ура. Так что мне очень нравится, как нас вообще принимают атомные города. Тильзит-театр стартовал из Десногорска и посетит с гастролями еще семь городов. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!